В Strongman Open Challenge те же дисциплины, что и на соревнованиях мирового или европейского уровня. Но проводится турнир исключительно для спортсменов с постсоветского пространства, отмечают организаторы. Идея создания первенства появилась в конце прошлого года, а уже в 2015-м удалось провести 4 этапа в разных городах Украины и России. В Севастополе Селочи во второй раз. Впервые были в апреле. Мы собрались все вместе, то есть Вадим Палер из Севастополя, из Коломы Ивано-Франковской области, Владимир Пиндус, белорусские наши коллеги, киевские коллеги, ряд организаторов всей Украины, Севастополя, Москва, Минск. И мы обсудили именно эту идею, я им предложил, все дружно поддержали, потому что очень важно для спортсменов, в первую очередь, это соревновательная практика на протяжении всего года. А наш чемпионат обеспечивает ею всех. В Севастополе участники соревнований уже называют столицей силового экстрима в Крыму. В планах выйти на международный уровень. Лично я уже в Севастополе выступаю седьмой или восьмой раз. Я с 2011 года каждый год несколько раз приезжаю в Севастополь выступать. Именно здесь, на набережной, уже в седьмой раз. Один раз мы были в музее военно-морского флота. Прекрасные места, шикарные картинки, то есть панорама вообще отличная. Среди участников соревнований победители и призеры международных турниров и медалисты чемпионата мира. Севастополь представляет мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу Михаил Палер. Strongman Open Challenge для спортсмена подготовка к командному старту, который проведут в Севастополе в сентябре. Уже семь команд заявилось, причем все эти команды сборные, то есть это лучшие из лучших, это федерации стран подают. Ориентировочно будет Грузия, Украина, Россия, Беларусь и Севастополь, Москва отдельно еще будет. На этих соревнованиях богатырям предстояло преодолеть пять испытаний. Первое из них – так называемая прогулка фермера. В руках у атлетов два снаряда общим весом 125 или 140 килограммов, исходя из физических возможностей каждого. На скорости предстояло пройти 20 метров. Лимит времени – 45 секунд. Победу в этой дисциплине одержал киевлянин Денис Дубровский. Он также лидер общего зачета состязаний после четырех этапов. Следующее испытание – эстафета. В течение 25 секунд и богатырям нужно было дважды поднять ось Аполлона весом чуть более центнера, трижды перевернуть огромную 350-килограммовую покрышку и еще дважды поднять бревно. Еще одно упражнение – становая тяга. Для его выполнения нужно было приподнять снаряд весом 280 или 325 килограммов. Также в программе соревнований – жим стоя и броски каменных шаров через перекладину. На севастопольском этапе силовых игр победу одержал Михаил Павлер. Второе место – у Дениса Дубровского. Третий – Валерий Газаев. Впереди у силачей шестой и седьмой этапы. А суперфинал «Стронгмен Оупен Челлендж» запланирован на октябрь. Пройдут игры силачей в Полтаве. Святослав Данилов, Вадимир Милянский, Деливер Меджитов, информационный канал Севастополя.